Всем привет ребята, меня зовут Полина и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я вам расскажу про школу, как я вообще закончила эту первую четверть наконец-таки. А перед началом этого видео не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на красную кнопочку подписаться ниже, ставить большой пальчик вверх этому видео, так же не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. А мы поехали! Кто не знает, сейчас я учусь в восьмом классе, давайте начнем с начальной школы. То есть начальную школу я училась очень-очень хорошо, то есть я заканчивала совершенно без троек, я была хорошисткой, потом стал немного хуже, но в пятый класс я пришла с отличным таким вот настроением и закончила его, по-моему, тоже абсолютно без троек, но с шестого класса я поехала очень сильно, то есть ну прям очень сильно. Я считаю, что раньше я заканчивала совершенно без троек, то шестой класс, четвертую четверть я закончила с семью тройками, семь троек, вы понимаете? Для меня это был сначала большой такой стресс, но потом я такая, ты насрать на эту учебу, зачем она мне нужна, действительно, зачем она мне нужна, как я дальше буду жить, я не знаю. Короче, потом седьмой класс, первый четверть я закончила тоже не очень хорошо, по-моему, с пятью тройками, а третью четверть я, ой, вторую четверть я закончила с четырьмя, по-моему, тройками, третью четверть я, тогда я начала учить, работать и так далее, прям над собой так конкретно начала работать, и уже третью четверть я закончила с одной тройкой, только по физике, но по физике у меня были за все четверти тройки, я ее вообще не понимала раньше, я не понимала, как можно получать по физике четверки. И получилось так, что в четвертую четверть я закончила абсолютно без троек, вот вообще без троек, четвертую четверть в седьмом классе. Для меня это было настолько сильное достижение, что я была просто так рада, и я решила, что все, я буду окончательно учиться без троек. Да, без троек. В общем, летом, в конце лета седьмого класса, я подумала, что все, вот в этом году я буду еще лучше учиться, еще сильнее, чтобы у меня было все хорошо, ну, знаете, как говорят люди обычно перед началом учебного года, вот, все так говорят на самом деле, но потом на деле ничего. В общем, начала я учиться и поняла, что... Она, кстати, с восьмого класса добавила химия и немецкий язык. Я поняла, что это пипец, это настолько пипец, что я ничего не успеваю, я ничего не понимаю, то есть день нам задают по шесть-семь роков, то есть на пятницу, пятница это, наверное, четверг вечером, наверное, это на пятницу самый трудный день, потому что на пятницу нам задают сейчас историю, биологию, литературу, русский, алгебру, не помню, короче, что-то такое еще там, по-моему, химию, то есть шесть приметов, шесть приметов это, ну, капец, что-то там, тем более учить очень много устных, надо очень-очень много учить, и когда нам задают столько приметов на один день, конечно же, ты начинаешь делать, потом все остальное на переменах, потому что я не успевала никогда ничего делать дома. Потом, значит, я училась и училась, то есть в основном упор я делала на физику, химию, ну и на алгебру в основном, еще я очень так старалась, ну как старалась, нифига я не старалась, на по-русскому, ну так, более-менее, чтобы вы понимали, по-русскому у меня никогда не было четверти-пятерки. Я всегда знала его очень хорошо, но у меня никогда не было в четверти-пятерок, потому что только из-за моей невнимательности я постоянно получала четверки. Ну, вообще не было, я так о ней мечтала просто. А потом, значит, мне бы хотелось эту четверть, то есть, соответственно, вообще без фронта закончить. Биологию я не учила совершенно. Ну, мама, я не дам ей смотреть это видео, потому что я думаю, что я очень много учу биологию. В общем, биологию я не учила вообще совершенно, учила только там строение клетки одно и все. За первую четверть, то есть, я открывала учебник один раз. И, значит, оценки. Я хотела по-прежнему получить по биологии четверку, но что-то пошло не так. То есть, у нас оценки мы получали за таблицы, понимаете? За таблицы домашние. Вот. И как бы... Она мне постоянно ставила тройки. Я даже не понимала, почему. То есть, надо было просто из учебников писать все в таблицу и получить нормальную четверку-пятерку. Она мне постоянно ставила тройки. Она меня из-за этого очень жутко бесила. И, значит, как-то раз, я помню, мы с девочкой, с моей одноклассницей, с которой мы сидим за партой, Кристина, привет, писали работу одну совершенно вместе. У нас было все одинаково. Это было в том году. И, значит, абсолютно слово в слово. Она ей поставила четыре, а мне три. Вот тогда я реально не взбесилась. Я говорю, почему? Она такая, ну, не знаю, может, у тебя слово какое-то не так было написано. Нормально, да? Потом в этом году, значит, вот я заполнила таблицу. Написала, то есть, там пять литров примерно равно трем тысячам. Ну, короче, это там по биологии что-то надо было сделать. И, значит, моя девочка-подружка сказала, ну, короче, написала в том числе так же, и я в том числе так же нависала. У нее четыре за эту таблицу, и ей не отметили это как за ошибку. А мне написали, что это ошибка. Вы понимаете, да? Что это ошибка? Но ни хрена ни у кого больше нет этой ошибки. Из-за этого, кстати, вот из-за этой таблицы у меня вышло три по биологии. Да. В общем, я закончила стройком по биологии. Это очень жестко, я вам скажу. Потому что моя мама рассчитывала, что я вообще закончу без троек. Ну, давайте пойдем дальше. Значит, по алгебре. Я понимала алгебру в этом году первый раз, то есть там надо было учить формулу сокращенного умножения и, соответственно, все по ним делать. Я понимала ее очень хорошо. Но мы написали контрольную работу, и там, то есть, три задания по три примера, там, в больших таких, знаете, такие примеры. В общем, надо, это на тройку, три задания, всего пять заданий. Два задания, которые мы абсолютно не делали в классе, мы должны были это сделать. То есть, четыре задания на четверку, а пять на пятерку. В общем, как вы думаете? Я сделала три задания, потому что я не успела, уже сделала четвертое. В общем, я сделала три задания, мне поставили тройку. Кстати, тройка была очень хорошим результатом, потому что четверок было очень мало. Контрольную по геометрию я вообще завалила, то есть, на тройку, точнее, как на тройку. Ну, если бы я не ошиблась в одном числе, у меня была бы четверка, но геометрию я не понимаю совершенно, ну как совершенно, ну понимаю, но не так хорошо, как алгебру. Ну, в общем, и почему-то, с чего-то вдруг учительница решила пересмотреть мою работу по алгебре, мою контрольную работу по алгебре, и она поставила мне четверку. То есть, изначально, с начала четверти у меня оценки по алгебре геометрии шли 3, 5, 4, это было по обоим предметам 3, 5, 4. Потом по алгебре у меня стало очень много оценок четверок, поэтому по алгебре вообще твердая четверка вышла, по геометрии тоже четверка вышла, да, и стало все окей. По химии, про химию я бы лучше вообще на самом деле помолчала, в общем, на самом деле, на самом деле, на самом деле, да, очень много слов. Я учила химию с самого начала года, я учила ее очень хорошо, я знала ее тоже неплохо, но потом, когда в конце столетия, атомы, нейтроны, строение атомов и так далее, я начала это все не понимать вообще. Но я потом дома разбирала, и одну тему я вообще не поняла. Она задавала домашнее задание, домашку я не сделала, и потом она на уроке говорит, типа, у кого возникли трудности к домашним заданиям, или кто его не сделал. Ну, я думаю, сейчас она не все объяснит, и я его пойму. Я подняла руку, кстати, никто не поднял, у всех хватило мозгов. Она такая говорит, да, ну иди к доске. И, короче, она начала задавать вопросы, я говорю, да я откуда знаю эти вопросы. В общем, она сказала, ладно, в конце урока тебя еще раз спрошу. Спросила я, и все ответила идеально, потому что за урок я выучила все. Один мальчик меня спас одним вопросом, потому что я знала ответ на этот вопрос на 100%. И, в общем, все равно она мне влепила тройку. Так что никогда не повторяйте этих ошибок. Никогда не говорите, чтобы вы что-то не поняли. Ой, в общем, потом по-русскому у меня вышла пятерка за четверть. Это просто что-то невероятно крутое, что-то очень невероятно странное. Потому что у меня никогда не было пятерки за четверть по-русскому, вы понимаете? Ну, русский мне нравится, ну, русский нормально, такой пример. По литературе у меня пятерка. По-немецкому у меня пятерка, но я его не знаю, знать его даже не хочу, не хочу забивать эти мозги, потому что я делаю упор на английский язык. По-английскому у меня пятерка, то есть в сумме у меня получилось семь пятерок, восемь четверок и две тройки. Тройка, еще одна, вторая. По обществознанию. Обществознание было тоже самым моим любимым предметом, но в том году как бы я его учила, 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 но что-то в этом году я на него забила, потому что, ну, как бы, не знаю, я его принимала всегда, и я что-то на него забила. И, в общем, вышла у меня по нему тройка. Учите лучше. Всегда учите обществознание и так далее. Все предметы нужно учить. Я выручила физику. Я знаю теперь физику, у меня там вышла твердая четверка. Я этому безумно рада. В общем, я вот тут вот прикреплю где-то скрин своих оценок. За четверть, за первую, наконец-то она закончилась. Наконец-то идут каникулы, я так этому рада сейчас безумно. И не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И всем пока!